И не утихают страсти вокруг нашумевшего законопроекта номер 7147 о юридическом образовании и доступе к юридической профессии, который разработала группа авторов во главе с Оксаной Сыроид. На этой неделе в парламентском комитете по ее же инициативе прошел круглый стол, где обсуждался этот проект закона. Специалисты в области права и юриспруденции выступили с жесткой критикой законопроекта, так как он сокращает количество юридических профессий до четырех. Адвокат, прокурор, судья и нотариус. Было заявлено, что приглашены судей, прокуроры, но, тем не менее, представителей судейского корпуса действующего не было, представителей нотариата не было и представителей прокуратуры тоже, в общем-то, не было. То есть было несколько адвокатов, были представители высших учебных заведений и, собственно, некоторые народные депутаты и авторы концепции и этого законопроекта. Более того, участники заседания проигнорировали вопрос о существовании альтернативного законопроекта. Его, в отличие от первого, практикующие юристы оценивают положительно. Был подан альтернативный законопроект рабочей группы депутатов ГБВС Киваловым Сергеем Васильевичем. И позитивным можно отметить то, что те предложения, которые сегодня озвучивались, они уже изложены в альтернативном законопроекте, в том числе касательно регулируемых и нерегулируемых юридических профессий. Обсуждение нашумевшего законопроекта продолжилось на еще одном заседании. Его инициировала комиссия Ассоциации юристов Украины. Такие обсуждения очень необходимы для того, чтобы найти правильные решения, исключить те положения, которые напрямую противоречат нормам Конституции Украины, закону о высшем образовании, законам образований. И действительно принять такой нормативный акт, который сможет усовершенствовать процесс подготовки будущих юристов, допускать к юридической профессии только высококвалифицированных профессионалов и никоим образом не создавать тех барьеров, которые только смогут уничтожать юридическую профессию. На обсуждении законопроекта возникло множество дискуссий среди участников. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств Минобразования и Науки Украины представила две концепции подготовки юристов. Первая в рамках единой магистратуры и вторая при сохранении бакалаврата и магистратуры. В свою очередь в Минюсте подчеркивают необходимость взвешенного подхода к выбору формы подготовки юристов. Что касается, чтобы мы быстро поменяли форму, например, 4 плюс 2 сейчас у нас модель, и быстро поменяли на интегрированные 5 лет магистратуры, мы еще пока не слышим конкретных аргументов, почему. Потому что самое главное поднимать яркость, а не менять формы каждые 5 лет. Потому что мы должны быть уверены, когда мы меняем форму, что это будет лучше. Потому что это дополнительные затраты бюджета, дополнительные стрессы для студентов, для преподавателей и так дальше. В Минобразовании и Минюсте стараются найти оптимальный подход с учетом не только международного опыта, но и украинской практики. Это нужно для того, чтобы провести действительно качественную реформу. Мы должны найти общий консенсус, все представители правительской профессии, представители вузов. Минюст всячески будет поддерживать, чтобы мы нашли консенсус разума. А не проводили реформы просто для реформы, а проводили реформу, чтобы наши дипломы наших студентов приравнились к дипломам европейских коллег. Я напомню, юридическое сообщество активно поддерживает альтернативный законопроект, зарегистрированный народными депутатами Сергеем Киваловым, Виталием Курило и Александром Спиваковским. А то, что вопрос остается дискуссионным, подчеркивает необходимость более глубокого исследования вопроса с привлечением ученых и представителей различных юридических профессий.